В эфире на Ульского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики поручил начать отопительный сезон во всех муниципалитетах республики с 23 сентября. Такое решение уже принято в 45 муниципалитетах региона. Более 2000 социальных объектов обеспечены теплом. Также с этой осени население республики будет оплачивать теплоснабжение только в отопительный период. Такое решение принято в Башкортостане в прошлом году в соответствии с федеральным законодательством. Расчет будет осуществляться на основании показаний приборов учета тепла, а в домах, не оборудованных приборами учета, по нормативу. Затем на оперативном совещании был рассмотрен код реализации мероприятия национального проекта «Экология». В рамках проекта к 2024 году в республике будет ликвидировано 24 несанкционированных свалки. Кроме того, на оперативном совещании был подробно рассмотрен вопрос в создании комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. До 2024 года в республике запланировано строительство 16 мусосортировочных комплексов и двух объектов по утилизации отходов. Далее глава Башкортостана поручил проанализировать деятельность малого и среднего бизнеса в части уплаты налогов и сборов. Как сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по республике Башкортостан Марат Вахитов, по состоянию на 1 сентября в консолидированный бюджет республики поступило 97 миллиардов рублей налоговых платежей, что на 7,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. С апреля по сентябрь 2019 года в Башкортостане собрано 24 миллиона рублей штрафов за парковку на газонах. Всего за этот период административными комиссиями выявлено 33 тысячи случаев размещения транспортных средств на озелененных территориях. К ответственности привлечены 19 тысяч человек. И под конец оперативки была озвучена тема перехода республики на цифровое эфирное телевизионное вещание 14 октября. Башкортостан – единственный регион, в котором государство устанавливает и настраивает спутниковое оборудование под ключ. В других субъектах Российской Федерации люди решают этот вопрос самостоятельно. Мерами государственной поддержки воспользовались более 7 тысяч жителей республики. Спутниковое оборудование установлено более чем в 5 тысяч домохозяйств. Компенсацию на приобретение цифровых приставок получили 1723 человека. 37-е заседание Совета района прошло в зале заседания администрации сегодня. Депутаты заслушали доклады по 8 вопросам. Так заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству Рустам Алимгафаров доложил о ходе уборочных работ и итогах заготовки кормов в сельхозпредприятиях района. О результатах проведения диспансеризации населения района за 8 месяцев текущего года рассказал главный врач Янаульской центральной районной больницы Мурат Авзалов. С реализацией муниципальной программы развития муниципального телевидения и радиовещания в районе ознакомила директор учреждения Янаульское телевидение и радио Республики Башкортостан Наталья Хамедулина. Также депутатам предлагалось внести изменения в решение совета о бюджете района и в положение в наградах и поощрениях района. 21 сентября во всем мире празднуется День чистоты. В этот день каждый желающий мог внести свою лепту, чтобы окружающий нас мир стал чище и краше. В нашем районе в экологической акции участвовало более 1600 человек. Одной из самых масштабных площадок экологической акции в Янауле стала северная часть города. Так, на улице Якутова трудилось более 200 человек. В основном это коллективы детских садов города, сотрудники Дворца молодежи и учреждения физической культуры. Каждый участник субботника постарался сделать и эту территорию чистой и ухоженной. Цель сегодняшней акции – вырубка прилегающей территории при въезде микроэн Якутова от зарослей. Активно все работают. Сегодняшняя акция на данном участке задействована в порядке 200 человек. Ждем технику, будем дальше продолжать. В этот день всюду царило оживление. На уборку территории вышли 126 коллективов района. Каждый внес свой посильный вклад в общее дело. За день было собрано более 460 тонн мусора. Проведение субботников – это наглядный пример экологического воспитания, бережного отношения к окружающей среде. Но всегда действует главная прописная истина. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Гульнара Сиддикова, Леана Белалова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Мероприятия, посвященные году театра, продолжаются. Стартовал фестиваль-марафон любительских театров в нашей республике. В пятницу Народный театр «Хаят» показал свой спектакль перед зрителями города Агидель. Перенять эстафету у янаульцев приехал Калтасинский театр. Мы приветствуем вас на торжественной церемонии передачи штандарта Республиканского фестиваля-марафона любительских театров Республики Башкортостан, посвященного году театра. 20 сентября эстафету фестиваля Янаульский район принял от города Агидель. И сегодня передает ее артистам самодеятельного театра дома культуры Калтасинского района. В начале мероприятия управляющий делами администрации района Рустам Фадхолин поздравил любителей театрального искусства с праздником. В пятницу наш коллектив принимал ее в городе Агидель. И вот сегодня мы ее передаем нашим соседям Калтасинцам. Внести штандарт республиканского фестиваля-марафона любительских театров Республики Башкортостан, посвященного году театра. Заместитель главы администрации Калтасинского района по социальным вопросам. Елена Алексеева поприветствовала зрителей, пожелала им доброго и приятного вечера и попросила поддержать самодеятельных артистов. Режиссер Калтасинского театра Эльвира Галимова поставила комедию «Флорида Булякова выходили бабки замуж» на русском языке. Действие происходит в доме для престарелых, где в одной комнате живут четыре старушки. У каждой своя жизненная история, свой пройденный путь. Однажды беда у них случилась, электричество пропало, и к ним пришел электрик. Отсюда история начинает разворачиваться. «Флорида Булякова, это у вас розетки обломались». «И кто он такой?» «Я спрашиваю, электрика вызывали?» «Мам, там бы сразу и сказал, что ты новый электрик. На пужаный девчонок встань. Они думали, велики, розетки проверять. А это про эти километры. А мы как раз про тебя говорили, тебя вспоминали, мама. Так, Даня, так, и говорю. Так, электрика я вызывала. Я старший в этой комнате. Так ты, значит, новый электрик? Какой же я был? Ладно, ладно, времени не теряй. Работай. Ежегодно в Башкортостане проходит культурная акция «Театральная ночь». Воспитанники театральной студии «Овация» тоже присоединились к ней и порадовали зрителей своими выступлениями. Рада приветствовать всех вас на всероссийской акции «Театральная ночь». Руководитель театральной студии Наргиза Фатахова вкратце рассказала правила театрального этикета. В этом ей помогли юные актеры и сами зрители. Эмоционально и артистично показала миниатюру Алсу Исхакова. Зрители тепло приняли ее выступление. Отец! Идите своей дорогой. Я вам говорю, я просто спросила, как ваше здоровье. Ну что здесь такого, вы мне скажите. Да незнакомы мы с вами, незнакомы. Папаша, я вам объяснила. Я просто спросила, как ваше здоровье. Ты не нашел, понимаешь? У меня сегодня просто хорошее настроение было. И я спросила, как ваше здоровье. Да! Какая я теперь родственница! Какой, блин, Саратов! Я вообще из Ленинграда! Ну что ты пристал? Если бы ты был моим родственником, я бы на себя в руки положила. Я ведь самый интеллективнейший человек. Прежде всего для меня театр. Это как бы удовольствие. Мне приносит очень большое удовольствие выступление на сцене. Когда я передаю людям какие-то свои эмоции, они могут вместе со мной плакать, смеяться, вообще переживать все мои эмоции. И мне это очень нравится. Миниатюра мне выбрала Наргиза Камиловна. Мы с ней вместе ее дорабатывали. Ходили также на репетиции. Это очень большой, крепотливый труд. Школьную сценку на новый лад зрители восприняли тоже с восторгом. Решаем сами да! Откройте, а у меня тоже. А может быть? Нет! Решаем сами да! Решаем сами, да! Какой жалобный, колокольчик! Какой жалобный, колокольчик! А можно встать? Нет! Как на столовку, а че даю? Как на столовку, а че даю? О, Мика! О, Мика! А я решаю! Я решаю! А можно сделать? Нет! Праздник продолжился сказкой, как лиса сама себя перехитрила. Лиса пыталась построить себе дом, используя силы своих друзей, но хитрость ее не увенчалась успехом. И из-за своей жадности, скупости и хитрости она чуть не осталась без друзей. Изначально эта роль не принадлежала Софии Барской. Вначале я вообще была зайцем. Потом у нас одна девочка ушла из группы и поставили ту девочку, которая была лосенком, ее поставили лисой. После этого, когда у нее один день не получилось, потом я стала. Мы где-то год эту сказку делали, может меньше, где-то полтора года. Ой, меньше. И вот. И за это время мы уже ее выучили. У нас в самом начале, когда мы только пришли в овацию, была сказка «12 месяцев». Я там была вот злой мальчихой и ее дочкой. Еще у нас была сказка «Красная шапочка». Я была рассказчиком. Ну, предварительно перед вот этим вот показом мы каждый раз, для каждой группы показывали вот эту вот сказку в театральной студии своей, чтобы уже дети были обучены, чтобы слова не забывали. Сегодня они чувствовали себя вообще прекрасно, но в том году мы проводили еще отчетный концерт тоже. То есть у детей уже есть опыт выступления, они в РДК выступали, и сегодня они себя чувствовали как дома, потому что здесь репетировали они тоже юные артисты, мне это очень нравится. О, если это один раз попробовать, мне кажется, это потом каждый раз будет, как какое-то мероприятие, не сразу. А мы выступаем, а мы выступаем вот из-за этого. Мы практически, мне кажется, каждый месяц на сцене, потому что сейчас как раз театральный сезон открылся в РДК «Концерты за концертом», вот там у нас зовут туда выступать. Самый младший возраст у нас у детей три с половиной годика. Так, берем с четырех лет, но у самых шустрых мы берем уже пораньше. Самый взрослый у нас возраст 16 лет, ну так, обучаем до 17. Малыши, когда к нам приходят, они вроде еще не понимают, куда попали, но занятия я стараюсь вести в игровой форме, чтобы это для них скучно не было. Но занятия мои отличаются от школы тем, что они не за партами сидят, а в игровой форме именно тренинги каждый раз, и практика всегда на сцене. И зрители, и сами юные актеры получили массу удовольствий, а зрители одарили их громкими аплодисментами. Все желающие и на улице, а в первую очередь люди старшего возраста, в очередной раз, взяв в руки обручи, палки для скандинавской ходьбы, занимались в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 23 сентября. Желающих улучшить свое здоровье собралось немало. Для людей пожилого возраста этот вопрос особенно актуален. На занятия по оздоровительной гимнастике записалось более 90 человек. Упражнения несложные, рассчитаны на разную подготовку собравшихся. На занятия пришли и те, кто совсем недавно решил вести активный образ жизни, и те, кто занимается спортом уже не первый год. Я приехала в 16-м году сюда, в городе Наул, для того, чтобы участники войны отца за ним ухаживают. Вот и, чтобы просто так не сидеть, искала девчонок-то случайно. Совершенно случайно пошла, узнала. Ходила в дельфинарию этот бассейн и спросила, где-нибудь-то пенсионеры не занимаются. Ну, я всегда была активная и стараюсь это поддержать, поэтому я вот такая. Самое главное вот это и общение, и спорт. Чтобы не сидеть, общаться с людьми, ходить и найти новых друзей. До этого у нас была группа «Здоровье». 14 лет мы ходим туда. Очень нравится. Но сейчас уже по другой программе будем заниматься. Совет женщин же выиграл тендер на 200 с лишним тысяч. Закупили для нас снаряды, палки, мечи, лыжи. Зимой вот будем ходить. Для меня это праздник, как на праздники я хожу на занятия. Я жду этих дней, когда будет физкультура. Кроме того, мы собираемся после физкультуры, идем в бассейн, на плавание. Я, например, год тому назад участвовала в республиканских соревнованиях «Кому за 70». И наш Янаульский район занял второе место. Занятия проводит тренер Лариса Бахорина. Акцент в обучении делает на движения, которые могут помочь улучшить состояние при каких-либо нарушениях. Планируется, что занятия будут два раза в неделю, что даст положительный результат для физического состояния. Очень хорошая гимнастика – это корригирующая, которая во всех случаях улучшает, помогает, лечит. Все такие движения, которые нам всегда помогают в движениях, которые помогают нам при зрении, при плоскостопии, при нарушениях позвонки, при болевом синдроме. Вот эти все упражнения, которые мы готовим и стараемся, чтобы взрослые люди, дети, чтобы все эти упражнения у нас старались выполнять. Со взрослым поколением, именно в таком возрасте, очень интересно работать. Они такие послушные, они все слушают, они позитивные, они все выполняют действительно на все 150%. А после желающие отправились на занятия по скандинавской ходьбе. Популярный в настоящее время вид спорта привлекает все большее количество людей своей простотой и в то же время пользой для здоровья. Обязательным условием при этом является правильная ходьба. Эту несложную науку и постигают участники проекта. С каждым выполненным заданием, двигаясь навстречу к своему желанному здоровью и долголетию. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей, Янаульского телевидения. Впервые забег Кросснации прошел 15 лет назад и с каждым годом становится все популярнее. Наш район тоже присоединился ко Всероссийскому дню бега. Спортивное состязание прошло на территории поля Сабантуй 21 сентября. Участниками Кросса стали дошкольники, учащиеся в общеобразовательных учреждениях, а также взрослые любители бега. Традиционно началом состязания стала торжественная часть. Перед спортсменами выступила начальник отдела по молодежной политике, спорту и туризму администрации района Альбина Соляхова. В районе проводятся массовые мероприятия, массовые полумарафоны, кроссы, и участникам которых может стать любой желающий, вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки. Участники ознакомились с порядком проведения соревнований, прослушали гимн. Первыми стартовали самые юные участники забега. Каждый старался выложиться полностью, пробежать как можно быстрее. Зрители активно поддерживали спортсмена. Я со школы минератики Гореева. Занимаюсь четвертого класса, бегаю в глибкой атлетике. Третий год на этих подряд на соревнованиях. 9 мая бегал. Надеюсь на победу, чтобы занять призовое место. Так увлекаюсь баскетболом. Различным видом спорта. Все нравится. С первой школы. В этом кроссе я участвую в первый раз. Спортом я занимаюсь с первого класса. Получается уже 7 лет. Побеждала в соревнованиях на танцах. Всего было зарегистрировано 17 команд. По словам организаторов, с каждым годом растет число участников кросса. Все больше и на улице занимаются легкой атлетикой. Более 40 лет проводится у нас в Янаутском районе традиционный легкой атлетический кросс осенний, посвященный закрытию летнего спортивного сезона. Он в этом году также приурочен к акции Всероссийскому дню бега Кросснации 2019 и посвящен памяти нашего земляка, мастера спорта Советского Союза, Криулину Валерию Борисовичу. Этот наш земляк, он чемпион Советского Союза, выступал за сборную Советского Союза в легкой атлетических кроссовых дистанциях. В сегодняшней программе у нас представлены три дистанции. Это один километр, два километра и три километра в зависимости от возрастных групп. В этот раз во Всероссийской акции участвовало более 250 бегунов. Независимо от результатов забега, каждый из спортсменов получил как положительные эмоции, так и новый спортивный опыт. Гульнара Сидди, Кавалиана Белалова, Нил Сафин, служба новостей, Янаульского телевидения. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжат мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых.